Битва видеоигровых правообладателей с желающими поиграть в игрушки бесплатно, как началась практически с самого зарождения видеоигр, так и продолжается по сей день, иногда, казалось бы, набирая уже какие-то абсурдные обороты. Типа новости, вокруг которой в прошлом месяце хай-тул интернет. Мол, по новым правилам лицензионного соглашения Sony, вы юридически не можете продавать свои физические копии игр на вторичном рынке. Стопэ! Сначала дослушиваем абзац, а уже потом несемся строчить комментарий. В данном случае это был раздутый пузырь. Но не потому, что такой строчки в соглашении на самом деле не было. Была. Но вот только если быть чуточку внимательнее и выдержаннее, а не нестись разносить новости из интернетов налево и направо, плодя вокруг них излишний пустой хайп, а сначала провести небольшое изыскание и подумать головой, то можно узнать, что такая строчка о запрете продажи вообще-то печаталась на дисках еще во времена PS1. И всем всегда было наплевать на вторичный рынок. Да и вообще строчка эта, скорее всего, относится к созданию и продаже копий, а не к поиграл-продал на Авито. Но несмотря на конкретно этот прецедент, достаточно часто в индустрии встречаются ситуации с видеоиграми и пиратством, доходящие до абсурда. Типа того, как Nintendo через суды сначала закрывает сайты с ромами 30-летней давности, а потом эти же самые ромы, сохраненные пиратами, используют в своих мини-консолях. Но стрелочка тут не поворачивается. Мол, собственность-то их, а вот уж кто сохранил, донес до наших дней, а не профукал, как кучу исходников старых игр, царя не волнует. В общем, битва эта давняя и извечная. Но спорить с тем, что помимо банального желания сэкономить у игроков, навариться на чужой работе у пиратов и так далее, пиратство по сей день играет огромную роль в сохранении наследия видеоигр, на мой взгляд, глупо. Я не буду сегодня работать моралистом и защищать какую-либо из сторон конфликта, а всего лишь хочу на фоне этого конфликта рассказать несколько занимательных и иногда даже смешных от их абсурдности историй. Историй, связанных именно с консольным пиратством. Потому что в отличие от игр для ПК, которые тоже защищают всякими Денува и т.д. и т.п., консольные игры всегда было сложнее пиратить потому, что помимо самих игр нужно было взломать еще и консоль, на которой в эти игры предполагается играть. И вне зависимости от того, для какой из вышеозвученных целей вы хотели бы взломать свою консоль, я хочу спросить у вас. Насколько вы безумны в своем желании? Ну, в смысле, скольким вы готовы гипотетически пожертвовать, чтобы не платить за видеоигры, а играть в бесплатную пиратку или сохранять эту пиратку для истории? Готовы, например, рискнуть и просверлить свой Xbox 360? Думаете, я шучу? Отнюдь. Такой Камикадзе-хак, это реально его название, Камикадзе-хак, реально существовал для первых ревизий Xbox 360 Slim. Или, может быть, хотя бы готовы будто колдун вуду водить по своей Nintendo 3DS магнитом? Если что, макать PSP в чайник бессмысленно. Это я уже на обложке просто для прикола нарисовал. Но многие другие способы обходов антипиратской защиты на различных консолях иной раз могут действительно удивить. И сегодня я, Виктор Карасёв, и предлагаю вам поговорить о самых необычных. Привет, друзья! Все, кто интересуется видеоиграми, совершенно точно слышали об одном из самых популярных сегодня видеоигровых движков — Unity. На нём, кстати, пишут не только простенькую индюшатину, но и серьёзные видеоигровые проекты. К примеру, Cuphead, Ori and the Blind Forest и Subnavtyka сделаны именно на нём. И самое главное — игры на Unity отлично портируются абсолютно на все платформы, от ПК и любых современных консолей и до мобильных устройств. То есть на сегодняшний день Unity — один из самых перспективных игровых движков для молодых разработчиков. И если вы всегда хотели заняться разработкой видеоигр, то Unity позволит вам не только научиться делать это с нуля, но и найти работу в серьёзной игровой студии. А сам Unity — бесплатный и удобный. Самое главное — найти хороших учителей. И школа XYZ поможет вам в этом. В XYZ School преподают действующие сотрудники таких студий, как Blizzard, People Can Fly, Wargaming и CD Projekt Red. Люди, которые знают о том, как делать игры, не понаслышке. Прямо сейчас в XYZ идёт набор на курс по разработке игр на Unity, который длится всего пять месяцев. На курсе можно научиться создавать игры, программировать на C-Sharp и делать играбельные 2D-прототипы, которые потом можно будет загрузить в Steam, App Store или Google Play. На курсе тебя научат полному циклу разработки игр на Unity. Ты научишься делать понятный игровой интерфейс, реализовывать механики боя, разрушения и прокачки персонажа, создавать противников и NPC. За пять месяцев курса ты создашь рабочий прототип игры с несколькими уровнями и финальной битвой с боссом. Такой прототип можно дать поиграть друзьям и показать в портфолио, когда устраиваешься на работу. А ученики XYZ работают, к примеру, в Ubisoft, Saber, MyCom и других компаний. Сейчас у школы идет интересная акция «Тайный Санта». Покупаешь себе курс и получаешь еще один мини-курс в подарок для себя и для друга. Цена подарочных курсов до 60 тысяч рублей. Ссылка на курс в описании ролика. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Запишись, пройди курс и преврати увлечение видеоиграми в интересную и высокооплачиваемую профессию. Давайте будем честны. На Западе, само собой, тоже пиратят и пиратели всегда. Да, далеко не в таких объемах, как пиратели у нас, но и пиратские диски, и модчипы, и сайты с ромами появились изначально далеко не в России. Многие европейские ребята, как на YouTube-каналах, так и в западных фильмах и сериалах, как художественных, так и документальных, рассказывают про пиратские копии игр для 8- и 16-битных компьютеров и про софт типа X-копии, позволявший эти копии создавать. И большинство взломов современных и относительно современных консолей тоже пришло к нам именно с Запада. Все эти чипы для PS1, прошивки приводов для Xbox 360, хардворные и софтворные взломы консолей от Nintendo. С Nintendo, кстати, смешнее всего, поэтому давайте я, наверное, с нее и начну. Смешнее всего, потому что консоли у Нинки обычно фэмили-френдли, как говорится по-нашему, для дома, для семьи. Правильно? Вот и ломаются они постоянно какой-то подручной домашней мелочью. Nintendo Wii, например, сломали при помощи обычного пинцета. Хитрость здесь заключалась в том, что, выпуская первые ревизии Wii, Nintendo не особо заморачивалась с защитой обратной совместимости. То есть, вставляя в Wii диск от GameCube и запуская его, вы, по сути, превращали свою Wii в GameCube, на котором работали не только лицензионные игры, но и все способы взлома, работавшие на оригинальном GameCube. Казалось бы, такая серьезная корпорация, как Nintendo, должна была бы это понимать и сделать что-то, чтобы дыры в старой консоли не могли проделать эти же дыры в новой. И они сделали. Ну, точнее, сделали. Перед запуском игры для GameCube, Wii ограничивала все возможности самой Wii исключительно до возможностей GameCube. То есть, приставка не могла использовать ни Wi-Mode, ни SD-карту, ничего, чего не было в кубе. И даже 64 мегабайта оперативной памяти самой Wii ограничивались только до 16. Первых 16 из 64-мегабайтного чипа. И доступа к остальной памяти в этом режиме не было. Но проблема в том, что запуск игры для GameCube происходил после софт-ребута консоли из режима полноценной Wii, и содержимое остальной оперативки не очищалось. То есть, в неиспользующихся 48 оставшихся метрах оперативки в режиме GameCube оставалась вся информация из Wii. В том числе, ключи защиты, которыми подписывался софт для запуска приложений именно в режиме Wii. А оперативка Wii использовалась самая обычная GDDR3. И соединяя при помощи самого обыкновенного пинцета дорожки на плате, ведущей к определенным адресным банкам, данные из оставшихся 48 метров удалось по очереди по 16 метров переадресовать на доступные 16 метров и по очереди считать. Дальше все уже история. Самое важное было получено. При помощи пинцета. Nintendo Switch, как вы, наверное, помните, взломали при помощи обыкновенной скрепки, которая переводила консоль в сервисный режим. А вот Nintendo 3DS... Nintendo 3DS взломали при помощи магнита. Нет, ну серьезно, разве бывают такие совпадения? Или у них там в Nintendo уже не первый десяток лет сидит засланец из магазина канцелярских товаров? Да, понятно, что все эти подручные инструменты далеко не главное. Они просто выполняют незначительную роль, и их можно заменить и на что-то другое. Но вот смотрите, как все просто и элегантно с той же 3DS. Самым первым решением для запуска неподписанного кода на 3DS был флеш-катридж Gateway. Вышел он спустя два года после релиза консоли в 2013. Дело хорошее, конечно, но только для тех, у кого была одна единственная цель. Играть в пиратские копии оригинальных игр. А большинство западных хакеров всегда говорят одно и то же. Нам неинтересна эта ваша пиратка, нам подавай на любой железке хоумбрю. В конце концов, как мы знаем, каждое электронное устройство должно уметь запускать Doom. Такое решение для 3DS подъехало годом позже. Называлось оно Ninja Hacks и использовало еще один, достаточно привычный в хак-сцене метод, загрузку неподписанного приложения при помощи перегрузки буфера памяти консоли при загрузке подмененного сохранения в игре. Для тех, кто не понимает, как это работает, я сегодня расскажу об этом поподробнее, но чуть позже, когда мы дойдем до ее величества PlayStation. Но в двух словах, ищется игра, в коде которой есть уязвимость, и через нее загружается прошивальщик или какой-либо другой код. В случае с 3DS, такой игрой стала Cubic Ninja. В ней нашли уязвимость в процессе сканирования QR-кода. Но этот способ, как и флеш-катридж, не решал еще одну важную проблему, иногда встречающуюся, наверное, на любой модифицированной консоли. Риск превращения игрушки в кирпич. Дело в том, что при запуске любого неподписанного кода, а тем более его прошивки в устройство, всегда есть шанс, что что-то пойдет не так, и устройство просто перестанет работать. И в этом случае реанимация железки возможна только при наличии полного доступа к памяти этой железки и ее бут-сектору. То есть месту, откуда загружается самая первая программа, запускающаяся при включении. Для понимания, можно провести параллель с биосом вашего домашнего ПК. Не загрузится биос, не загрузится больше ничего. Это очень грубо, но в общем смысле идею передает. А получение такого доступа, по сути, означает полный контроль над устройством, и, естественно, это самая охраняемая и зашифрованная часть в любом устройстве. Потому что, если у хакера есть доступ к ней, никакие обновления прошивок уже не спасут. Только новая ревизия консоли с заменой железа. Со свечом как раз это и произошло, потому что хак со скрепкой было не победить, и Nintendo стала просто делать новые ревизии свечей. Так вот, в 2017-м хакерам удалось таки извлечь бутром, тот самый изначальный загрузчик из 3DS, и открыть полный доступ к консоли, включая ее прошивку, даунгрейд и анбриканье. Вследствие реверс-инжиниринга бутрома также нашлось сочетание клавиш, позволяющие заставить 3DS грузиться не с внутренней памяти, а с картриджа. Но с одним небольшим «но». Сочетание клавиш старт, селект и икс должно быть зажато при включении консоли, но зажато с закрытой крышкой. Если у вас возник вопрос «что?», вы такой не один. Звучит действительно странно. Как зажимать клавиши с закрытой крышкой? Тут дело в том, что это сервисный режим для ремонтной мастерской, и, я так понимаю, предполагалось, что они будут зажимать их на разобранной консоли с замкнутым датчиком. В быту этот режим не нужен, а пользователь может случайно это нажать и... Ну, вы поняли. Но ведь разбирать консоль для того, чтобы её прошить, лениво, правильно? Поэтому нашедшие сей способ заодно и быстренько проверили, как работает датчик закрытия крышки. И оказалось, что если просто положить магнит в правильное место на 3DS, датчик посчитает крышку закрытой и без проблем загрузится туда, куда надо. Я точно говорю, там в Nintendo сидит засланец из канцтоваров. Самое смешное, что приличная часть разработчиков хаков делают это не для пиратства, известности и так далее, ну или не только для этого, а больше по приколу. И перед тем, как опубликовать взломы публично, а то и вместо этого, обращаются в компанию-производитель консоли, мол, мы нашли баг у вас, критичный, и как-то договариваются его не публиковать. Понятно, что наверняка просят денег. Но корпорации далеко не всегда хотят слушать. Например, ребят с пинцетом в Nintendo просто послали подальше, когда они хотели сообщить о своем хаке до его публикации. Ну, молодцы, чё. Надеюсь, по шапке пославшие получили знатно. Скажете, что это всё, конечно, любопытно, но в этом нет ничего безумного? Хорошо. А как насчёт просверлить Xbox 360, чтобы взломать его? Первые взломы Xbox 360 были основаны на прошивке DVD-привода консоли. Система защиты 360 работала, если говорить грубо, примерно так же, как и защита Сатурна или PlayStation 1. На оригинальных дисках, штамповавшихся на заводе, было некое скрытое место, содержавшее идентификатор лицензионности. То есть какая-то штука, впечатанная в диск, которую нельзя было впечатать на пиратскую болванку. И привод консоли перед запуском проверял её наличие или отсутствие и, соответственно, или запускал, или отказывался запускать игру. Проверка эта происходила именно внутри привода. И хакеры просто научились эту проверку у привода отключать. А точнее, программно настраивать этот процесс так, что он всегда возвращал положительный ответ на запрос консоли о лицензионности диска. Для того, чтобы хакнуть так консоль, нужно было снять дамп прошивки с вашего конкретного привода, потому что у каждого привода были свои уникальные ключи, модифицировать прошивку, после чего залить её обратно в привод. На выпуске моделей Xbox 360 Slim Microsoft решила проблему этой уязвимости кардинально. Просто менять тип приводов в разных предыдущих ревизиях консоли не помогло. Каждый новый привод очень быстро взламывался по уже привычному принципу. И в Slim они установили не просто новый привод, а новый привод с чипом, физически защищённым от перезаписи. То есть, читать с него прошивку для модификации вы могли без проблем. А вот залить её обратно уже нет. И что вы думаете, пиратов это остановило? Ну, на какое-то время остановило. Или, по крайней мере, заставило их искать новые способы решения проблемы, что в итоге привело нас ко всяким фрибутам и так далее. То есть, сломало защиту майков окончательно. Но до этого манипуляций со Slim'ками производилось множество. Кто-то даже снимал прошивку и клонировал её на другие, более старые приводы. Но это нужно было искать донора, платить дополнительные деньги. В общем, было совершенно не резонно. Но самым гениальным и безумным оказалось решение пользователя форума XboxHacker под ником Jeremia в августе 2011. Решение настолько радикальное, что я реально не удивлюсь, если этот парень русский. Jeremia выложил гайд, как просверлить чип управления приводом консоли, чтобы снять защиту от записи. Ещё раз, это не шутка. Чел разобрал чип нового привода 360-го бокса и нашёл ту самую физическую защиту от записи в нём. Просчитал линейкой расстояние от краёв чипа до нужного места на нём и примерную глубину, на которую нужно просверлить многослойный, мать его, чип, чтобы физически перебить сверлом один единственный контакт в нём, отвечающий за защиту от записи в нём. Нет, просто подпаяться куда-то к нужным ножкам или откусить какую-то из них было нельзя. Только вот такой жуткий брутфорс, прозванный в народе камикадзе. Хак. Не знаю уж, сколько безумцев последовало его гайду, и тем более, сколько из этих попыток увенчалось успехом, а не выбросом дырявого привода в помойку. Пранк зашёл настолько далеко, это не пранк, но просто иначе как пранком я такое признаться назвать не могу, что на рынке даже стали появляться автоматизированные устройства, помогавшие правильно сверлить чипы привода. Естественно, в последующих ревизиях слимки майки пофиксили этот баг, изменив конструкцию этого чипа. Этот безумный, безумный мир хакинга. Ну и на закуску давайте обратим внимание на третьего крупного игрока рынка игровых консолей. Sony. Ну и естественно на взлом их приставок. Сегодня только про старенькие PS1 и PSP. И как я уже сказал в начале, с чайником и PSP на обложке изображена шутка. Но в случае с PSP тоже существует интересный и немного сумасшедший ранний хак. Какой? Готовы ли вы умереть, чтобы хакнуть свою PSP? Жутковато, да? На самом деле речь идёт само собой о смерти в игре. В Medal of Honor. Это хак как раз из серии Cubic Ninja для 3DS. С использованием настоящей лицензионной игры для платформы. А точнее дырок в ней или в них. Все же, кто интересовался темой PSP, ну или хотя бы смотрел старенький ролик на моём канале про PSP, помнят, что одним из самых первых, если вообще не самым первым хаком, позволяющим накатить на портативку от Sony кастомную прошивку, был хак с использованием первой версии GTA Liberty City Stories. Суть хака состояла в том, что в коде некоторых игр есть уязвимые места, позволяющие как бы подвесить приставку в определённый момент и заставить её софтово перезагрузиться, запуская при перезагрузке не код из прошивки, а другой специально подсунутый ей. То есть вы загружаете на свою карту памяти сейв для игры, в которой такая уязвимость есть. Но внутри сейва, вместо данных о сохранении, есть часть, отвечающая за вот этот так называемый буфер оверфлоу, перегрузку буфера и триггерящую перезагрузку, и часть, которая после этого переполнения буфера подсовывается к консоли, заставляя её запустить неподписанный код на уже загруженной приставке. Примерно по такой же схеме работал хак и в Medal of Honor Heroes. С той лишь разницей, что уязвимости в сохранениях в ней не было, но была другая. В имени игрока. Имя игрока в Medal of Honor должно было содержать максимум 8 символов, и консоль не давала возможности игроку написать больше. Но вот если сделать это при помощи стороннего редактора на компе, а потом подсунуть этот модифицированный файл игре, это приводило всё к тому же буфер оверфлоу, и позволяло запустить неподписанный код нужного нам загрузчика. А имя в Medal of Honor Heroes отображалось только после смерти. Отсюда и вопрос про умереть, чтобы прошить. Модифицируешь имя, включаешь игру, гранату под ноги и... добро пожаловать в прошивку. Всё просто. Но всё же всё вышеперечисленное — это взлом. Разработчики же не оставляли все эти уязвимости в своих играх умышленно. Кто в здравом уме будет такое делать? Правда? Ну так вот, на закуску сегодня хочу вам сказать, что буквально пару недель назад, благодаря блогеру МВГ, мы узнали, что и такие приколисты всё же были. В игре Alien Resurrection для первой PlayStation. Сейчас внимательно. Да, в официальной игре, которая была выпущена компанией Sony, на дисках во всём мире. И вы можете прямо взять любой такой лицензионный диск, и это будет работать. В игре Alien Resurrection для первой PlayStation существует код. Даже уже достаточно давно опубликованный на Википедии. Правда, с подписью «Назначение неизвестно». Который позволяет вытащить диск Alien Resurrection из нечипованной консоли, поставить вместо него болванку и играть в любую другую игру. Без чипа и софтмода. И в отличие от того же Tony Hux, хака для игры Tony Hux Pro Skater, работающего так же, как хаки для PSP через сейв-файл, он не требует ничего нигде качать, записывать и подсолнуть. Вы просто включаете игру, вводите код в меню кодов, меняете диск и играете в другой. И Sony это пропустила. Просто потому что не знала. Ну и, признаться, разработчик тоже достаточно долго хранил этот секрет. Но прецедент крайне забавный. Сделана эта функция была, естественно, не для пиратства, а, скорее всего, для отладки. Я так понимаю, таким образом разработчики чужих могли тестировать версии своей игры разной степени готовности без необходимости расширять парк Дивкид-консоль. Ну, опять же, это просто предположение. Хотя оно может звучать и нелогично, потому что для таких тестов им была бы нужна уже готовая штампованная лицензионная версия своей игры. А какие тесты после того, как она появилась? Хотя, возможно, у разработчиков были какие-то промежуточные специальные болванки с воблом, на которые можно было записать тестовую версию, и она бы работала на ритейл-консоли. Но их было ограниченное количество, и поэтому они решили этот вопрос по-своему. Не знаю. Сто процентной правды мы уже, наверное, не узнаем никогда. Но такие находки спустя много лет просто не могут меня не восхищать. Ну круто же! Громких финальных слов сегодня, как и в прошлый раз, не будет. Итогов тут никаких подводить не нужно. Тему пиратства мы уже со всех сторон обсуждали 100 миллионов раз, а в этом ролике я просто хотел вас развлечь разными забавными ее проявлениями. Очень надеюсь, что у меня получилось. Это последний ролик в этом году, друзья. Спасибо большое всем за просмотр, за поддержку и за интерес как к моему каналу, так и к тематике ретро-игр и железок. Всех с наступающим Новым годом! Люблю вас! Увидимся в 2020! Четвертым. Спасибо за внимание, друзья! Надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте поставить ему большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на этом все. До скорых встреч! Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»